Всем привет во втором дайджесте главных космических новостей недели в 2022 году! Меня зовут Паша, вы находитесь на канале Альфа Центавра, и в ближайшие минут 15 мы поговорим о самом важном, что произошло в космонавтике и астрономии за последние 7 дней. Кстати, в прошлом выпуске самыми главными вы посчитали… ожидаемо… новости про запуск телескопа Джеймса Уэбба и про то, что украинский бизнесмен Макс Поляков лишился компании Firefly Aerospace. Проголосовать сегодня можно по коду новости, который будет высвечиваться во время видео в правом верхнем углу. Просто напишите коды самых интересных новостей в комментариях. Не обязательно ограничиваться одним. Ну и это. Заваривайте жидкий кислород, мы приступаем. Белый дом поддерживает продление срока службы МКС до 2030 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном NASA 31 декабря. Такого решения следовало ожидать. Хотя частично финансируемая NASA разработка коммерческих альтернатив для МКС в самом разгаре, агентство неоднократно заявляло о планах продолжить работы на станции до конца десятилетия. Таким образом, США рассчитывают предоставить частным компаниям достаточно времени на ввод своих станций в эксплуатацию и обеспечить плавный переход на них с МКС. Однако одного только решения Белого дома для продления жизни МКС недостаточно. Для этого также требуется согласие международных партнёров. В поддержку решения уже высказался генеральный директор Европейского космического агентства. С другой стороны, в готовности Российской Федерации продолжить совместную работу на станции всё меньше уверенности. Причина тому как проблемы с российским сегментом МКС, так и планы страны по разработке собственной космической станции. 25 октября на международном конгрессе астронавтики глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что хотя эксплуатация станции после 2024-го возможна, каждый год это будет даваться всё с большим и большим трудом, потому что выход отдельных приборов и критически важных систем из строя может носить лавинообразный характер. В любом случае, после заявления НАСА стоит ждать новых действий и от Роскосмоса. Хорошо обстоят дела у космического телескопа Джеймса Уэбба. С момента предыдущего дайджеста он завершил развертывание всех пяти слоёв теплозащитного экрана и даже добавил в чёрный список в Твиттере аккаунты НАСА, посвящённые Солнцу, Земле и Луне. Таким образом символически заблокировав с ними вообще все оставшиеся связи. В то же время была успешно снята защитная крышка с инструмента среднего инфракрасного диапазона, или МИРИ. Операторы миссии из Европейского космического агентства проверили работоспособность прибора, после чего телескоп отправил его в спящий режим до завершения подготовительных операций. Закончив со щитом и МИРИ, Джеймс Уэбб развернул своё вспомогательное зеркало диаметром 74 сантиметра. Оно будет отражать собранный основным зеркалом свет к третьему зеркалу, расположенному позади основного. А далее в работу будут вступать инструменты. На момент выхода дайджеста Уэбб должен наполовину завершить развертывание основного зеркала. Следить за прогрессом вы можете на отдельном сайте NASA, ссылка на который будет в описании под выпуском. Председатель Индийской организации космических исследований Кайла Савадиву Сиван подвёл итоги ушедшего года и поделился некоторыми планами страны на 2022. Ни для кого не секрет, что 2021 год для индийской космонавтики выдался, мягко говоря, провальным. Причиной отсутствия большой активности в отрасли стали серьёзные ограничения, связанные с пандемией. За прошедший год Индия совершила всего два запуска, один из которых оказался неудачным. Ближайшей задачей организации станет запуск трёх спутников дистанционного зондирования Земли — EOS-2, EOS-4 и EOS-6. Первый должен быть отправлен на Абиту с помощью ракеты SSLV, для которой этот запуск станет дебютным. Другие два спутника планируются запустить на ракетах серии PSLV. О том, когда аппараты отправятся в космос, ничего не известно. В середине года Индия наконец-то надеется приступить к запускам по программе пилотируемых полётов Гаганьян. Первая миссия предполагает отправку на орбиту космического корабля без людей на борту. В настоящее время организация ведёт подготовку к запуску. Проводятся испытания двигателей, системы спасения экипажа и парашютов. Старт космического корабля запланирован на август текущего года. Но без разочарований здесь опять не обошлось. Сиван исключил вероятность запуска в этом году лунной миссии Чандрайан-3. Председатель отметил, что несмотря на прогресс в создании космического аппарата, его запуск должен состояться где-то в середине следующего года. Астрономы из Японии и Тайваня обнаружили множество органических молекул у новорождённой звезды на окраине нашей галактики. Результаты работы учёных были опубликованы в издании The Astrophysical Journal. Во внимание исследователей попала протозвезда, появившаяся в области WB-89789, которая расположена в 60 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Наблюдения за светилом велись при помощи радиообсерватории ALMA — крупного комплекса радиотелескопов, расположенного в чилийской пустыне Атакама. Благодаря ALMA учёным удалось обнаружить в окрестностях звезды высокую концентрацию самых разных органических молекул — среди них этанол, метанол, диметиловый эфир, формамид и другие вещества, которые потенциально могут выступать в качестве кирпичиков для более сложных химических соединений — пребиотиков. Это не первый случай обнаружения органических молекул за пределами Солнечной системы. Однако ранее подобные находки были сделаны в центральных областях галактики с высоким уровнем металличности, то есть значительной концентрацией элементов тяжелее водорода и гелия. Новое же открытие описывает область во внешней части Млечного Пути, где состав межзвёздной среды имеет низкую металличность — он остался практически неизменным с момента начала формирования галактики. Пока не ясно, является ли это открытие уникальным или же такое разнообразие органических веществ — типичная картина для периферии Млечного Пути. Так или иначе, эта находка является очень значимой, в поисках ответа на вопрос о возникновении жизни во Вселенной. Кстати, об окраинах Млечного Пути. Международная группа учёных из Европы, Канады и России обнаружила там свидетельство существования древнего звёздного скопления. О своём открытии исследователи сообщили в журнале Nature. Астрономы открыли уникальный звёздный поток, получивший название Си-19. В наиболее удалённой точке своей орбиты звёзды потока удаляются от центра нашей галактики на 90 тысяч световых лет, а в наиболее приближённой подходят к нему на расстояние 20 тысяч световых лет. Первоначально учёные обнаружили доказательства существования этого потока в данных Европейского космического телескопа Гайя. Чтобы узнать происхождение звёзд Си-19, астрономы использовали Большой Канарский телескоп, а также телескопы CFHT и Gemini-Sever. Команда определила, что Си-19 является остатком древнего шарового звёздного скопления. Главная особенность звёзд потока – их чрезвычайно низкая металличность. В Си-19 очень мало металлов, которыми, как я уже говорил, астрономы называют элементы тяжелее водорода и гелия. Их концентрация в потоке составляет менее 0,05%. Ранее считалось, что металличность шаровых звёздных скоплений не может быть ниже 0,2%. Открытие этого нового звёздного потока означает, что первое звёздное скопление системы, из которых в конечном итоге возник Млечный Путь, появлялись в среде бедно тяжёлыми элементами. Вероятно, шаровое звёздное скопление, из которого возник Си-19, сформировалось из очень ранних звёзд. Этот поток является отличной естественной лабораторией для изучения древних структур нашей галактики. Его открытие даст астрономам больше знаний о процессах образования звёздных скоплений в ранней истории Вселенной. Первые образцы ступени ракеты Ариан-6 наконец покинули предприятия Ариан-Спейс в Ле-Миро и Бремене и отправились во французскую Гвиану. Центральный блок первой ступени и вторая ступень носителя пройдут комбинированное тестирование на стартовой площадке Гвианского космического центра. Ракета будет собрана вместе с твердотопливными ускорителями, которые не будут запускаться и выполнят функцию имитации массы. Тестирование предполагает проведение огневых испытаний первой ступени с многократным зажиганием кислород-водородного двигателя Vulcan 2.1. Основная цель испытаний — проверка всех интерфейсов и правильности подключения ракеты к оборудованию пускового комплекса. Обе ступени должны прибыть на территорию Гвианского космического центра уже в этом месяце. Комбинированное тестирование планируется начать в апреле текущего года. Разгонный блок «Персей» российской ракеты-носителя «Ангара-А5» вошёл в атмосферу Земли в ночь с 5 на 6 января, где и разрушился. Это был первый запуск нового российского разгонного блока, и ему предстояло доставить на орбиту двухтонный массогабаритный макет полезной нагрузки. Однако с задачей своей «Персей» не справился. Сама «Ангара», разработка которой началась ещё в 90-е, слетала пока три раза, доставляя во всех испытательных запусках макеты полезной нагрузки. В первых двух стартах использовался разгонный блок «Бриз-М», который обычно работает в запусках протонов. Оба испытания проходили удачно. С новым же блоком что-то не сработало. Забавно, что на сайте Роскосмоса запуск почему-то постеснялись назвать неуспешным. Вместо этого в табличке стартов красится надпись «Выполнен». Что ж, поздравим Газкорпорацию с выполнением. Загадочная хижина на Луне, которую около месяца назад обнаружил китайский луноход, внезапно оказалась обычным валуном. Как мы уже говорили ранее, из-за проблем с перспективой в лунных фотографиях объекты причудливой формы могут казаться гораздо более крупными и далёкими от места съёмки, чем они являются на самом деле. Кубический валун вот на самом деле оказался совсем не кубическим. Это просто обычный камень, который спокойно лежит себе на краю кратера и никого не трогает. Интересно в нём лишь то, что форма валуна напоминает кролика. А в Китае любят кроликов, поэтому они назвали его поющим нефритовым кроликом и посмеялись, что он будто бы ест и испражняется. Короче, очередная научная сенсация из Китая. Жаль только, что реальной науки не очень много получается. В Бока-Чика начало года отмечали по-своему. Робот-ловец ступеней ракеты Мехозила впервые проехал вверх по башне обслуживания пару метров. Выше на вертикальных направляющих для кареток Мехозила находится строительная леса, сейчас происходит их демонтаж. В дополнение к этому робот порепетировал возможность обнять что-нибудь. Несколько выше на кабель-заправочную мачту для второй ступени устанавливают защитные накладки, чтобы пламя взлетающей ракеты не сожгло кабели. На сборочной площадке сделали общую переборку для SN24. Интересная конструктивная особенность — в ней нет посадочного метанового бака, потому что он будет размещен вверху обтекателя рядом с кислородным посадочным баком, что уже подтвердил Илон Маск. Ещё главный инженер SpaceX рассказал, что Raptor 2 устойчиво работает при давлении в 300 бар в камере сгорания. SN20 — тот самый прототип, дожидающийся разрешения FAA на орбитальный полёт. Так вот, с него сняли теплозащитные плитки, прикрывавшие места для текелажных креплений. Похоже, концепция поменялась, и его будут по старинке переставлять краном. Интересно, для чего? А у широкого цеха вертикальной сборки появился следующий ряд — невысокий бак, готовят к испытаниям, скорее всего будут моделировать условия максимального динамического сопротивления при полёте на орбиту. Ну а пока мы максимально сопротивляемся зимним холодам, перейдём к запускам. Вернее, к запуску. Он был один. 6 января SpaceX отправила в космос очередную партию своих интернет-спутников Starlink. Ракета Falcon 9 стартовала с площадки LC39A космического центра имени Кеннеди. Она доставила на низкую околоземную орбиту 49 космических аппаратов. Первая ступень носителя совершила посадку на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Это уже четвёртая успешная посадка для данной ступени. Кстати, на нашем канале проходила трансляция события, ссылку на которую вы найдёте в описании. Заходите посмотреть, зря что ли я там каждый раз оставляю временные метки для всех ключевых моментов. На нашем сайте читайте небольшую статью о телескопе Джеймса Уэбба на украинском языке. Её перевёл Данаил Бодил. А также пятую главу книги Джерарда О'Нилла «Высокий рубеж», которую под редакцией Глеба Дементьева перевёл Артемий Абухов. Ну а на канале вышел коротенький ролик-анонс миссии НАСА к Венере. Там перечислено 10 загадок о нашей планете-соседке, которые эти миссии, то есть да Винчи и Веритас, способны помочь разгадать. На этом у нас всё, любите космос, а любите друг друга и до встречи уже в ближайшую среду. Друзья, дайджесты, да и вообще всё, что выходит на нашем канале и сайте, становится возможным благодаря поддержке наших замечательных спонсоров с YouTube и Patreon. Их на проекте уже почти две тысячи человек. Каждая ваша копеечка позволяет нам отказывать рекламодателям в рекламных интеграциях здесь, на канале, сайте, оплачивать работу редакторов и авторов новостей, переводы лангридов на сайте, вознаграждать самых активных пользователей, переводить и озвучивать большие фильмы, рисовать анимации для собственных роликов и каждую неделю вот уже больше 140 выпусков без единого пропуска подводить для вас космические итоги. А ещё в ближайшую неделю мы полностью отключим рекламу на сайте. Это невероятно приятная поддержка, которая позволяет Альфа Центавра жить и, что самое главное, развиваться. Мы будем рады, если вы присоединитесь к спискам спонсоров и патронов проекта по ссылкам из закреплённого комментария. Одного доллара в месяц достаточно, чтобы получить ранний доступ к таким вот дайджестам. Заранее спасибо!